Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И, как всегда, мы с вами будем кушать. У нас здесь роллы и пицца. Давно уже я хочу сделать вот такое вот сочетание. Видела у зарубежных блогеров сочетание пиццы. Это, если не ошибаюсь, маргаритка, самая обычная. Вот. Кстати, в этот раз мне забыли положить палочки. Хорошо, что у меня дома они были. И еще немножечко перепутали. Они положили мне Калифорнию, когда я просила роллы с чипсами. Вот. В общем, забыли там. Но ничего. Все это съесть, конечно же, мне не удастся. Но посидеть, поболтать и обсудить с вами какие-то темы я готова. Первый пошел. Имбирь. Сегодня разговаривала с подружкой. Все болтают только про коронавирус. Уже с работ дают отпуск. И говорят, что сидите дома. Я сейчас разговаривала с Шелли, и она говорит, что в метро очень мало народу. То есть большинство людей предпочитают сидеть дома. Я думаю, что это самое верное решение. Зачем туда-сюда мотаться, если есть возможность посидеть дома? Как вы знаете, у меня есть такая возможность. Я работаю отдаленно. И в данном случае это просто идеально. Ребята, как вкусно. Сказать, что я прям боюсь коронавируса, на самом деле нет. Мне кажется, это что-то наподобие гриппа. Но на какое-то время это заболевание не дает тебе возможность работать и просто жить. Поэтому, если есть возможность, сидите дома. Мы с мамой сходили, купили продукты. Ну, всего по чуть-чуть. И решили, что какое-то время будем стараться не выходить из дома. Не могу сказать, что у нас в супермаркетах уже нет еды. Например, как в Италии какие-то. Какая-то паника. Этого всего нету, слава богу. Но все может быть. Поэтому, на мой взгляд, лучше запасаться. У меня мама тоже не работает. Вот мы сидим дома. Папа скоро должен уехать. И все. Будем как хомяки в своей норе. Впервые я реально так рада, что у меня работа позволяет мне работать через интернет. То есть, моя основная работа. Алло. Ватные диски. А, ватные диски. Еще что надо было? Оливки? Оливки, соленые огурчики консервированные. Консервированные. Вот. И все, собственно говоря. Я видео снимаю, мукбанг. То есть, я не буду слышать. У вас есть ключ, откройте своим ключом. Хорошо? Дома никого нету. Как вы заметили, в последнее время, как только никого нету, я сразу делаю доставку. Ба-бам! И мукбанг. Обалденное сочетание пиццы и роллов. Закажите, вы будете просто в восторге. Вы мне скажете, Айка, Эмили, ты молодец! Как радуюсь, когда мама идет домой. И мы вот вчера буквально сидели за столом, все вместе и кушали. Я, правда, съела больше всех. Ну да ладно, сейчас не об этом. Реально, как хорошо, когда вся семья, она вместе. Мне реально не хватало этих моментов. То есть, мои родители не в разводе. Не подумайте, почему все в комментариях пишут. Вот, они развелись, я их соседка. Какая ты соседка? Какая? Я приду с тобой, разберусь. Как же вкусно! Это запеченные роллы с крабовой палочкой. Посмотрите, какая красота! Вы просто посмотрите! В общем, сидели мы все за круглым столом. И папа вспоминал, как всегда, мои детские шалости, так скажем. Я была очень спокойным ребенком. Но все равно были у меня такие моменты. Папа говорит, когда я была совсем маленькая, я брала и грязь просто намазывала себе на лицо. Типа, это косметоз, косметика. И вот такая моднявочка я была. И вообще всякие интересные моменты из детства, которые я совершенно не помню. Вот вы будете в шоке. Я тоже реально в шоке. Как-то в инстаграме вам покажу фотку. Но я в детстве была прям рыжая, как апельсин. Все были в шоке. Потому что рыжих в роду не было. И мама говорила, оправдывалась, что вот она тоже в детстве была рыжая. Реально. Вот сейчас я похожа на рыжую. Правда, на солнце у меня волосы отдают в такой красный цвет. Это меня жутко раздражает. Давненько, где-то год назад я даже красила волосы. Правда, цвет уже смылся. Меня раздражал именно тот момент, что мои волосы уходят в какой-то красный цвет. Мне реально не нравится. Это как-то сейчас вообще не модно. Такое пицца. Придут мама с папой, угощу пиццей. А ее нет. Придут мама с папой, угощу пиццей. Раньше мне казалось, что так трудно держать палочки. А сейчас я даже некоторые другие блюда тоже кушаю палочками. Просто имитирую, что я типа это ролл ем. Вкуснотища, ребят. Смотрите, сколько сыра. И тоненький слой этого рыбки. А еще папа рассказывал. Что я один раз вырвала лист. И папа это заметил. Вот реально, абсолютно искренне говорю вам. Эту историю я совершенно не помню. Чтобы я вырвала лист из дневника. Я такого просто не помню. Может быть было действительно. Просто, ну не... Ой. Искупнулся. Сюда, сюда, сюда. Вот насколько я помню. Я была тихоней. Ну, когда дело касалось каких-то оценок. То есть, с одноклассниками конфликтовать я, если честно, боялась всегда. Но зато с учителями. Зато с учителями я прям обожала. За оценки. Закусываем пиццей. Вроде, знаете, в жизни все ужасно. Вот на самом деле, коронавирус. Никуда не выходим. У нас после 9 уже какие-то рестораны не работают. Ты сидишь дома. Но почему-то у меня очень хорошее настроение. Вот непонятно почему, но у меня очень хорошее настроение. Знаете... Все почему-то называют эти брюки, как у Дедушки Мороза. Утащила у Дедушки Мороза. Сейчас пришел мой папа. Вот. Я что-то вам рассказать хотела. Ну вот сейчас не вспомню. Всегда у меня в жизни так. Вот я что-то хочу вспомнить. И никак у меня это не получается. Когда это надо. А те истории, которые не следовало рассказывать, они сразу тут как тут. Я все детство была ребенком, который любит копить. И я даже один раз купила маме золотое кольцо с бриллиантами. Ой, господи. На деньги, которые были отложены на мои завтраки в школе на протяжении, наверное, где-то года. У меня мама прям плакала, когда увидела это кольцо. Уже два кусочка села, а пицца как будто не тронута. Какая же вкуснотища, ребята. Обязательно попробуйте такое сочетание. Это просто обалдеть. Это просто. Вот если сравнивать, что я больше люблю, роллы или пиццу, по-моему, вариант очевиден. Кстати, насчет кнопки. Мне написали, что если я не получу первую свою кнопку, то мне отправят еще одну, если она потеряется в дороге и так далее. То есть награду свою я получу. Я реально настолько обрадовалась. Настолько мне нравится ответственность вообще компании Google. В частности, Ютуба. Реально молодцы. Хочется сотрудничать, хочется работать с ними. Правда, сейчас из-за коронавируса у нас тоже доход упал. Причем очень сильно. То есть рекламодатели, они не покупают рекламу. Я, если честно, наелась. Уже пришли родители в соседней комнате. И поэтому я отнесу пиццу им, чтобы они тоже попробовали. В общем, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях идеи к новому видео. А с вами Плайка Эмили. Всем пока.